АПЛОДИСМЕНТЫ Но за закатом всегда следует восход, и северокорейцы продолжают дело вождя. Нет для них ничего более прекрасного, чем строительство коммунизма опережающими темпами. АПЛОДИСМЕНТЫ Иностранные туристы приезжают в Северную Корею, как на невероятный аттракцион. Это видео из интернета. Его разместил американец Эрик Фергюсон. Тайком закрепив объектив на рубашке, он снимал все, мимо чего проходил, ощущая себя героем компьютерной игры, бродилки. И страшно, и таинственно, и чувствую себя разведчиком, разгадывающим какую-то большую, возможно, военную тайну. Снимая без разрешения, рискуешь. В 2009 году две американские журналистки были приговорены к 12 годам каторжных работ за подобные съемки. Они снимали репортаж о беженцах из КНДР, обвинили их в незаконном пересечении китайско-северокорейской границы. Ли Чай Юн могла бы стать героиней того, наполовину снятого репортажа. Она как раз бежала из Северной Кореи, что по сложности исполнения напоминает продуманную шпионскую спецоперацию. Во время интервью просила спрятать ее лицо. До сих пор боится мести за побег. Вспоминая, плачет. Переводчик, слушая, начинает плакать тоже. Мой старший брат умер в тюрьме. Я не знаю, расстреляли его или забили до смерти. Он сбежал в Китай, но его там поймали и вернули. Хотели узнать, кто еще хочет сбежать, кто предатель Родины. В отличие от умершего брата Ли Чай Юн, журналисток, приговоренных к каторге за шпионаж, удалось освободить. Но только после личных извинений экс-президента США Билла Клинтона, прилетавшего хлопотать об их освобождении. Те, кто знает эту историю, оценили смелость поигравшего шпионы блогера Эрика Фергюсона, выложившего 4 часа тайком снятого видео в интернет в открытый доступ. Никаких особенных тайн, правда, ему зафиксировать не удалось. Хотя главная тайна просто лежит на поверхности. Ее надо только увидеть. Северокорейцы – это люди, способные отдаться делу целиком. Без остатка и без компромиссов. Отдались строительство коммунизма 60 лет назад и педантично, упрямо пытаются его построить. Ситуация невозможная, непредставимая для жителей многих других стран. Люди в Пхеньяне ночью вместо сна маршируют, строим с песнями на главную площадь своей страны. Репетиции длятся больше месяца. Роль каждого заранее известна. В доведенных до автоматизма перестроениях на параде в День солнца нации люди превращаются в буквы, которые сможет прочитать великий руководитель с трибуны. И вот, чтобы знать, куда и когда переступить, какой флажок поднять в нужное время, в главный день, репетирующие ночью приходят на площадь. По команде движутся, по команде и отдыхают, присев на корточке. Но и при этом не ломая строя. Нет скандалов, нет ссор, никто не жалуется. Все заняты чем-то важным, целиком поглощающим. А утром приходят новые отряды, бодро вышагивающие с песнями. Человека-буквы встанут как надо. Северокорейский народ уверен, что идет верной дорогой. Реализация День Чучхи уже привела северокорейцев в космос. И на этом они останавливаться не собираются. Марширующим доходчиво объяснили, впереди только хорошее. Космические полеты и коммунизм, победы и достижения. Как, собственно, было и в героическом прошлом их родины. Но ведь это и те же самые люди, которые своими глазами видели голод 90-х годов прошлого века. О масштабах той трагедии говорить пока сложно. Информацию скрывали, естественно, и продолжают скрывать. Но достаточно посмотреть на тайком полученные кадры того времени. Кто мог, бежал от голода. Эти вот семь человек в 1999 году перешли две границы, китайскую и российскую, в селе Первомайское, что в Приморье, просили еду у крестьян и умоляли не выдавать их обратно. Если вернемся, нас уничтожат. Пожалуйста, не делайте этого дома, жить уже невозможно. Дети и старики голодают. Многие умерли. Мы как спасение ждали весны, когда начинала расти трава. Просто рвали ее во дворе, варили и ели. Или делали из нее салаты. И каждый день ели лепешки ток. В них 10% кукурузной муки, а 90% травяной муки, заедая ими кукурузную кашу. Самое страшное воспоминание из детства, когда мама, накормив 8 человек, соскребала со дна кастрюли для себя подгоревшие остатки каши. Я боялась, что она умрет. Но брать из моей порции она отказывалась. В 90-х годах прошлого века в голодной блокаде оказались миллионы северокорейцев. В январе 1998-го карточная норма на человека – 300 граммов зерна. В феврале – 200 граммов. Таков рацион, на котором растут невероятное послушание и трудолюбие. Бульон на травах и изредка рис. Властям КНДР, как воздух, нужна была продовольственная помощь. Разжалобить богатых соседей и припугнуть их отчаянием голодных, но хорошо вооруженных людей – вот стратегия, благодаря которой в 90-х годах прошлого века Северной Корее удалось выйти из кризиса, во время которого, по приблизительным оценкам, умерло не меньше 200 тысяч человек. 8 часов 36 минут. Три минуты до отправки поезда, который повезет иностранных журналистов к большой северокорейской тайне. Шанс увидеть секреты самой закрытой страны в мире. К месту космических побед Северной Кореи журналистов отправили спецрейсом на спецпоезде. В этой поездке оказалось одно любопытное достоинство. Из окна вагона можно было увидеть, как живет простая сельская глубинка. Увиденное удивляет. Практически каждый свободный клочок земли возделан. Как при этом в Северной Корее возникают проблемы с продовольствием – загадка. В финале путешествия святая святых – космодром Дон Чан Ли. Ракета, которая установлена на стартовой площадке, пугает в теленовостях и газетах весь мир. Северокорейцы говорят, мы запускаем космический спутник. А прогнозы недружественных к ним экспертов обещают ядерный Армагеддон, не меньше. Ведь эта ракета способна нести и ядерный заряд. А и врагов, и ядерных зарядов у Северной Кореи хватает. Американцы, японцы и южнокорейцы уверяют – это замаскированное военное учение. Явный признак желания северокорейцев устроить катастрофу на корейском полуострове. Нервы сдают у многих. Крик, похожий на истерику, в переводе означает «Я хочу, чтобы вы передали всему миру, что мы делаем это для защиты Родины. Это мирный проект». Самое сильное напряжение в двух Кореях – северной и южной. Если случится, напророченное экспертами, то воевать придется им. Но люди, живущие по обе стороны от границы, будто совсем потеряли разум от воинственной пропаганды, утратили инстинкт самосохранения. «Гнев наш достиг неба. Мы будем использовать любые методы. Мы выкопаем глубокую яму и бросим туда ублюдка Леменбака. Мы его похороним». По чучелу южнокорейского президента северокорейский пулеметчик Умчул сегодня стрелял из разных видов оружия. Из положения лежа и от бедра неприцельно из автомата. Потом на чучело наступали еще и танки в развернутом строю. Один из них дважды наехал на него. Сперва просто сбив, а затем еще и раздавил гусеницей. Специально для этого вновь установленное чучело. В это время южнокорейцы жгли в Сеуле флаги КНДР. Отрезали голову портрету северокорейского лидера Ким Чен Уина. Устроили то, что назвали политический перформанс. Бигфордов шнур подожжен, мини-ракета летит. Чучело Ким Чен Уина на большой ракете горит. Дежурившие рядом пожарные тушат уцелевшие. В ответ тхачихи-пхеньянской текстильной фабрики ножами полосовали чучело южнокорейского лидера. Потом рубили топором. А для верности еще и сожгли. Предварительно повесил. Кажется, управляемый массовый психоз в любой момент может стать неуправляемым. Чичо Ким Чен Уина! Чичо Ким Чен Уина! На этой грани две Кореи находятся аж с 1953 года, когда Север и Юг заключили перемирие после трех лет боевых действий. Север, находившийся под китайско-советским влиянием, воевал с Югом, на стороне которого воевала и коалиция держав, возглавляемая американцами. Вот эту хронику, на которой партизаны выводят американских военнопленных, до сих пор очень любят показывать по северокорейскому телевидению. В той войне и появилась Северная Корея. В ее нынешнем виде взошло солнце Ким Ир Сена, ее основателя, который официально стал солнцем нации. С тех пор даже летоисчисление в КНДР идет от 15 апреля 1912 года, от Рождества Ким Ир Сенова. Он и бог, и пророк, и учитель жизни. Очень многое из увиденного в Советском Союзе времен Иосифа Сталина Ким Ир Сен копировал в буквальном смысле. Есть и мавзолей, есть и, как принято здесь говорить, место, где родилась корейская свобода. Свидетельства близости Ким Ир Сена к простому народу иногда могут выглядеть совершенно неожиданно, хотя и довольно убедительно, как, например, вот этот вот смятый, испорченный чан. Дело в том, что крестьянская семья, в которой родился и вырос Ким Ир Сен, была очень небогатая и могла позволить себе купить только такой испорченный чан, а больше просто не хватало денег. Именно в нем и готовили еду. Это часть экспозиции, которая находится в доме, где родился и провел первые годы жизни Ким Ир Сен. Этот дом в Северной Корее называют духовным центром корейского народа. Выглядит духовный центр достаточно скромно. Это обычный крестьянский дворик с постройками, которые покрыты соломенной крышей. Такие кувшины и соломенные крыши и сейчас для северокорейцев актуальны в быту. Можно сравнить свою неприхотливость с неприхотливостью вождя. Этой ложкой он ел, а за этим столом написал свои первые слова, которые, говорят, не были аналогом простой фразы вроде «мама мыла раму». Это сразу же были слова «независимость Кореи», написанные мальчиком в четыре года. Рассказы экскурсовода должны, по идее, вызывать умиление. С раннего возраста от папы и мамы получили такое патриотическое и революционное воспитание. Своими глазами видят, как империалисты, японские империалисты эксплуатируют наш народ. Такую бедную жизнь нашего народа. Наш народ только борьбой. Надо убить японских империалистов. Тогда, знаете, ну вообще, когда им было 7 лет. Фан Юн Ми – экскурсовод. Она решила посвятить свою жизнь памяти Ким Ир Сена. Ехидные люди дразнят ее монашкой. А она отвечает им доброй песней про родной домик, про Мангенде. Слова и музыка Ким Ир Сена, естественно. Да и как можно не петь такие песни, если буквально отовсюду на тебя пристально, улыбаясь широченной, человечнейшей, белозубой улыбкой, смотрит товарищ Ким Ир Сен, словно экзаменуя на идейную зрелость. Ли Ча Юн, сбежав, этот экзамен провалила. У нас был Ким Ир Сен. Все были за него горой. Того, кто против него, могли убить. Забить насмерть. Ведь он самый лучший. За границей я больше всего удивлялась, что можно избирать президента. Не могла поверить, что можно самим выбирать человека, который будет управлять страной. У меня был от этого шок. Причина всепоглощающей любви проста. Она перед глазами всегда, когда глаза открыты. Практически по всей Северной Корее можно видеть портреты ее бывших руководителей. При этом, произнося их имена, необходимо добавлять и что-то вроде вполне официальных титулов. Например, Ким Ир Сен – это великий вождь. Ким Чен Ир – это великий руководитель. Ну а Ким Чен Ын, который сейчас находится у власти, носит титул верховного руководителя. И его портреты пока что на улицах не видны. С плакатов, с картин, со стен в вагонах метро, с груди твоих товарищей, точнее, со значков на груди, а такие значки носят практически все, отовсюду смотрит он. Иногда вместе с Ким Чен Иром. Да даже из клумбы смотрит, поскольку предусмотрено и цветочное отображение образа великих вождей. Это главные цветы северокорейской весны. Вот этот цветок называется Ким Ир Сен, он посвящен Ким Ир Сену. А этот цветок называется Ким Чен Ири, он посвящен Ким Чен Иру. Эти цветы очень популярны в Северной Корее весной. Ими принято украшать дома и дарить друг другу. Каждое здание в стране, где побывали вожди, обязательно украшено табличкой с указанием даты посещения. Вкус вождей ощущается и в одежде. В местной моде до сих пор доминируют френчи в стиле 50-х, вроде тех, что носил Ким Ир Сен. Они были популярны в СССР и Китае в середине 20-го века. Такой френч – свидетельство твердых идейных позиций, носящего его, и свидетельство высокого общественного положения. А когда видишь на перекрестках девушек-регулировщиц, то вспоминается советская хроника времен Отечественной войны, когда девушки регулировали движение военных колонн. Кстати, в Пхеньяне правила дорожного движения – штука довольно условная. Здесь прав тот, кто за рулем. Пешеходы берут риск пересечения дороги целиком на себя. Тем более весомо мужество регулировщиц, вооруженных только жезлом и моральным авторитетом. Шинели девушкам пошили по фигуре, добавили изыски, белые перчатки и сапожки на каблуках. Глядя на этот привет из середины прошлого века, иностранцы говорят – здесь, мол, остановилось время. А северокорейцы возражают. Во-первых, на светофоры не хватает электричества, а во-вторых, ну, есть же и вечные ценности. Насчет ценностей можно согласиться – движутся девушки красиво. Хоть музыку включай. Эта профессия – одна из самых уважаемых женских профессий. Что-то вроде модельного бизнеса. В других случаях на публике девушкам положено вести себя куда скромнее. А тут и служебный макияж полагается, и повышенное внимание мужчин в виде бонуса. Экскурсовод Ли Хён Син о форме только лишь мечтает – регулировщицей или офицерам ей уже не стать. Так просто по одному желанию профессии не меняют. Но можно удачно выйти замуж, что имеет и практический материальный смысл. У меня, конечно, мечта стать женой офицера, потому что у нас самая народная армия, которая защищает и строит для нас все. И дамбу, где я работаю экскурсоводом, тоже построила армия. О том же мечтала и беженка Ли Ча Юн. По простой причине на зарплату военного и армейские пайки семья хоть как-то могла бы существовать. Я видела, что другие мужские профессии не приносят доход. Мой папа работал в университете, с утра и до вечера его не было, а зарплата ни на что не хватало. У нас только женщины кормили семьи, потому что выращивали что-то и семье, и на продажу. Главный в доме тот, кто приносил деньги с рынка. Построить эту дамбу и шлюзы удалось сверхусилиями, пользуясь бесплатным, чтобы не сказать рабским, трудом солдат. 8 километров дамбы отделили пресные воды реки Тедонган от Соленого моря. Это был гиперпроект двойного назначения. Получить много пресной воды для полива рисовых полей и закрыть доступ в устье реки для вражеских кораблей, которые могли бы дойти до столицы КНДР за очень короткое время. Но, увы, просчет руководителей. Просоленные за столетия почвы у реки для выращивания риса оказались не очень подходящими. И местные жители продолжают здесь добывать соль, добывать методом, которому тысячи лет. Просто выпаривают воду на камнях. Снимать этот тяжелый труд, а занимаются им и женщины, тоже оказалось запрещено. Нашу съемочную группу быстро удалили. Здесь тоже оказывается тайна. А нельзя, да? Говорят, что не получилось сообщения, что русские журналисты приходят. Так что мы не знаем, получили разрешение или... По другую сторону дамбы много лет функционирует научно-технический колхоз при Академии наук рыболовства. И вроде все как у людей. Кораблики бороздят море, аквалангисты-колхозники ныряют за моллюсками. Но какие-то все неурожаи преследуют передовое в своей подводной области хозяйство. Вот он, один из заменителей мяса по-северокорейски. Мясо с кровью. Это ракушки, которые здесь так и называют. Ракушки с кровью. Но вот по этой причине мы их, кстати говоря, так и не открывали. А это улов крабов. Крабы пусть мелкие, но зато все они после нормальной варки принимают правильный, революционный красный цвет. Крабы и моллюски – почти невероятный деликатес для северокорейцев. Сопровождавший нашу съемочную группу человек, которого журналистам представили гидом, был так шокирован происходящим, что спел нам песню про дружбу на русском языке, предварительно договорившись с рыбаками часть улова съесть. Чтобы, говорит, показать иностранцам, что с разнообразием еды тут все в порядке. И тогда наверняка вдруг заплящут облака, и кузнищик сопеликает на стрибке. С колобового ручка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Оказывается, все это можно приготовить на небольшом костре из щепок. Что сыровато – не так важно. Интересно само ощущение, что именно в этот момент ты так же значительен, как и член ЦК Политбюро Трудовой партии Кореи, тоже могущий себе позволить взять моллюска и сделать с ним все, что захочется. Вот он, пикник в самом лучшем его виде. Нужно раскрыть эту ракушку, она очень горячая. Взять ее, макнуть соус. Ах, черт побери! И все, она уже пропала в соусе. Буду ловить следующего. Юра, спасибо. Сегодня посетить. Это шлюз. Для нас это очень дорого. А мы здесь. Здесь, возможно, добывать дешево, чем в городе столице. Беседа с рыбаками похожа на выпытывание большой военной тайны. Узнать от них про реальный уровень дохода и рацион семьи невозможно. Боятся скомпрометировать политику партии. Эту информацию можно узнать от беженцев. До 18 лет я была вегетарианкой. От мяса болел живот. А рис ели дома только три раза в год. В дни рождения вождей, ну и на мой день рождения, мне отдельно варили. А в другое время капуста, кукуруза, картошка, ну и трава. Постоянно везде эта трава. За последние пять лет в стране с продовольствием стало получше. Но до сих пор в стране действует талонная система. Только выбор стал немного богаче, особенно в городах. Иностранцам запрещено снимать и талоны, и магазины, где их отоваривают. Тем более, что и селят приезжих в особые высотные гостиницы на Стравке в центре реки, с которого так просто не выбраться. Однако один такой талонный магазин с очередью среднего размера нам удалось снять, проезжая мимо из автобуса. А это съемки внутри магазина, тоже сделанные тайком от властей. Тайно же. Товары в таких магазинах выдают или бесплатно, или с большой скидкой. Товаров немного. А талонный рацион, к которому здесь привыкли в описании людей, изучавших его со слов северокорейцев, выглядит примерно так. До последнего времени обычной диетой это была супа с кукурузой, значит, острая корейская квашеная капуста, кимчи. И овощи. Если мы поднимаемся чуть-чуть наверх, то люди начинают есть рис. Рис, в принципе, считается праздничной едой. Мясо народ ест крайне редко. Как правило, мясо едят по праздникам, а как правило, это собачатина. В отличие от Южной Кореи, где собачатина считается элитным мясом, в Северной Корее это самое обычное мясо. Кстати, ни собак, ни кошек на улицах Пхеньяна увидеть практически невозможно. Как ни парадоксально, в коммунистической стране в ходу американский доллар. По официальному курсу стоит примерно 140 вон, а по цене черного рынка около 3000 вон. Наш гид, как уверяет, получает зарплату в 4000 вон. То есть, если по ценам черного рынка, то это немногим больше одного доллара. Поэтому съеденные им на пикнике моллюски потянут на многолетний семейный доход. А день, в который случился этот пикник, запомнится ему на всю жизнь. В гостинице Янгутто и гостинице Корео угощают вот такими блюдами, но очень дорого. Одна посуда стоит 100 долларов. За свою 40-летнюю жизнь Цой Джэньсу выехал к морю второй раз в жизни. Хотя оно всего в 40 километрах от города. Просто власти КНДР очень не приветствуют несанкционированные перемещения жителей по их стране. Необходимо получать особое разрешение в специальном отделе Народного комитета. Даже самые лучшие и проверенные товарищи находятся под постоянным контролем. Раз в месяц в домах бывает то, что называют санобработкой. По сути, это возможность легально провести обыск. Еще несколько лет назад по итогам таких вот санобработок осудили людей, державших у себя радиоприемники не с фиксированными станциями, а с ручной свободной настройкой волн. Но теперь можно и откупиться от бдительных контролеров. Коррупция, взятки в ходу. Андрей Ланьков – эксперт по жизни в Северной Корее. Информацию оттуда получает от первоисточников – беженцев. Теоретически в Северной Корее за наличие приемника дома со свободной настройкой – тюрьма. Практически, если бы я поймали, слушал голосом Америки сейчас, 100 долларов заплатил – это немалые деньги для них. 100 долларов заплатил, и тебе вернули даже приемник. И тебя освободили, и дело закрыли, и приемник вернули. Очень высокий уровень коррупции. Что вы? Радиоприемники со свободным поиском радиостанций запрещены, поскольку в радиоэфире можно нарваться на южнокорейскую пропаганду, подрывающую идеологические основы. Сочи Пхен их в себе окончательно подорвал в 2004-м. Сейчас он живет в Сеуле, работает директором комитета по демократическим реформам Северной Кореи. А начиналось все как раз с радио. Началось с того, что я слушал запрещенные южнокорейские радиостанции, и оказался под подозрением у госбезопасности. А это уже не жизнь. Когда так получается, всего боишься, оглядываешься, кажется, что вот-вот тебя схватят. Я не выдержал этого страха. А вот так радостно встречали на родине северокорейского моряка, который выдержал, преодолел страх, что его сочтут предателем. Ну или совсем наоборот. Именно страх нарушить запреты оказался слишком сильным. Он рыбачил, но попал в шторм. И тот предательски выбросил его именно на южнокорейский берег. Моряк стал настоящим национальным героем. Поскольку не поддался соблазну смотреть телевидение Южной Кореи, отказывался напрочь до тех пор, пока его не передали на границы обратно. Просто он помнил навсегда заученное. Не дай врагу проникнуть тебе в мозг. Не дай ему сломать установленные там идеологические конструкции. По этой причине, кстати, в Северной Корее под запретом не только иностранное телевидение и радио, а даже и рок-музыка. Все равно и музыку, и фильмы иностранные привозят. Из Китая спегулянтов сажают в тюрьму, но это не очень помогает. Молодежь постоянно обсуждает, а почему нам и это нельзя, а почему за границей так богато и интересно. Моя старшая сестра после таких разговоров захотела сбежать. И сбежала. Она передала из Китая телефон семье, и мы могли с ней общаться. А я потом с ее помощью сбежала. Кстати, мобильные телефоны у иностранцев изымают прямо в аэропорту. Да и самому процессу общения с местными тоже всячески помогают. Мы пытались выяснить у студентов консерватории, как они относятся к запуску ракеты, которую здесь называли мирным космическим проектом, а заграничные противники нынешнего режима КНДР замаскированными военными учениями, попыткой провести испытания баллистической ракеты в обход санкций ООН. Вот что из этого получилось. Меня зовут Кингангё. Я паянист. Относительно запуска ракеты, что для вас лично это означает? Это возможно задать такой вопрос? Нет, это не держит. Преподаватель пытается прийти на помощь. Это мирный, мирный, мирная ракета. И благодаря подсказкам сопровождающего съемочную группу гида, ответ приобретает, видимо, желаемую форму. Благодаря мудрому руководству великого руководителя, товарища Кинченнира, наша страна развивалась в таком высоком уровне. Это для развития нашей страны, это мирный, мирный спутник. В итоге сознание тех, кого мы опрашивали, не пострадало от вопросов. А нам гид, закрывая рукой лицо от камеры, прочитал небольшую суровую лекцию относительно того, что раз вожди завещали защищать голубое небо Родины, то надо это выполнять, а не смущать умы выполняющих. Тот же критический тезис, но уже в виде художественной метафоры, упрека, представили нам в виде сюиты Ода-партии, где трагические волторновые эпизоды порабощения Кореи японскими милитаристами переходили в освободительное соло на рояле и в скрипичный восторг индустриальных побед. Нам было очень тоскливо, когда скончался мудрый руководитель Ким Чен Ир, который незадолго до смерти прислал нам два рояля. Мы знали, что он всю жизнь посвятил народу, и грусть и благодарность смешались в нашей музыке. Мы хотим работать как вожди, и поэтому к столетию Ким Ир Сена написали это произведение. Как и вся страна, мы готовились к этому историческому дню. Музыканты сочиняли, рыбаки ловили, художники писали, регулировщицы регулировали. К столетию Ким Ир Сена особенно хорошо. Горожане подметали улицы и укладывали тротуарную плитку, а парк-функционеры функционировали на пленумах и разглядывали произведения искусства, вдохновляясь на дальнейшие заседания. Когда в Северной Корее говорят о том, что из сказки сделали быль, подразумевают примерно вот это. На огромном мозаичном полотне изображена, как на ковре в старинной русской сказке, практически вся страна. Вот там город с домами, памятниками, мостами. Дальше деревня с тракторами, теплицами и поливальными машинами. Ну а затем следуют уже заводы. Примерно так выглядит идеальная картина мира для жителя Северной Кореи. Расхождение с идеалом обычным северокорейцам не бросаются в глаза даже тогда, когда они под присмотром огромного медного Ким Ирсена пашут сахой на быках, а не при помощи тракторов, как на мозаике. Руководители же КНДР смотрят дальше и видят больше. Поэтому решили к идеальной картине мира пристроить в Пхеньяне еще и небоскребы, увиденные за границей в родной покрове Южной Кореи. Соревнования это у кого больше. Мост или небоскреб продолжается аж с 50-х годов. Север и Юг отчаянно конкурировали друг с другом. Сейчас это смешно. Юг выиграл и, в общем, как говорится, не парится больше по этому поводу. Пхеньяне стремление показать вот эту небоскребность. Это все восходит к мечтам корейской интеллигенции современного первого поколения. Крестьянских парней, которые становились инженерами, политиками, врачами 50-80 лет назад. Северная Корея оказалась закрециклена в этой системе. У них ментальность, в общем, по-прежнему 30-40-50-х годов. Небоскребы в авральном режиме вплоть до последнего дня достраивали к юбилею Ким Ирсена солдаты и студенты. Огромные остекленные дома не отделаны внутри, не заселены. Не хватает электроэнергии, чтобы их освещать. И более всего они напоминают муляж или еще один памятник индустриальным победам. Снимать этот авральный рывок в будущее журналистам, конечно, не разрешили. Ну, а вот памятник мы можем снять? А памятник и дома там вот там? Тут можем остановиться? И, да, да. А, регулировщица, вот она. Слушай, дай нам снять. Вот она стоит там. Остановись. Стоп, пляси. Не-не-не-не. Запретов на съемки так много, что почти все снято и уже действительно кажутся фиксацией страшных тайн и секретов. Вот, скажем, прямо под памятником идеям Чучхе рабочие устроили практически казино, азартно играя в карты, подрывая, в общем-то, свою собственную антибуржуазную закалку. А это вот и вовсе съемки в полулегальном валютном баре, где посетители разбегались при виде видеокамеры. Велик риск потерять все, что можно, если про поход сюда узнают. Капитализм прокрался-таки в последнюю цитадель коммунизма и поет в баре, иногда и по-русски, про любовь и прочие человеческие соблазни. Старшее поколение северокорейцев любит слушать наши песни по старой памяти. Но для молодежи знание русского языка – это уже не залог успешной карьеры. В Пхеньянском университете изучают то, что сейчас полезно для торговли и науки. Поэтому Син Ю Кян изучает физику твердых тел и английский. По ее собственному признанию, нет у нее никаких жизненных целей, кроме благодарного служения партии, которое позволяет ей учиться, обеспечивает едой, одеждой, даже купальником для бассейна и тапочками. Все это для аспирантов бесплатно, деньги не нужны. Коммунизм в ее конкретном случае, кажется, уже построен. Знаете, у меня сейчас есть все, что мне нужно, и я каждый день мысленно благодарю руководителей за это счастье. Физика твердых тел и партия выковали из нее убежденную атеистку. Доказательство отсутствия Бога в ее изложении выглядит так. Все, что у меня есть, мне дала партия. А что мне дал Бог? На этот риторический вопрос члены партии одобрительно кивают. А Бог? Бог молчит. Исин Юкян поэтому ходит на занятия по изучению идей чучхе. Это международная конференция, посвященная изучению чучхеизма. Если посмотреть на столики с табличками иностранных делегаций, то может показаться, что весь мир, от Швеции до Зимбабве, бросился изучать эту доктрину. А доктрина, в общем, проста. Ее сами северокорейцы формулируют в четырех словах – опора на собственные силы. В переводе на язык русских народных поговорок – мы и сами с усами. Родилась доктрина из самой истории корейцев, которые большую часть этой истории провели под господством могучих соседей – Китая и Японии. Возникло даже что-то вроде комплекса неполноценности, который хорошо заметен в художественных фильмах, например. В фильме «Берег спасения. Банда японцев» надо заметить, что Япония почти 40 лет до завершения Второй мировой войны проводила политику ассимиляции корейцев, пробирается к священным могилам древних корейских королей, чтобы лишить символа независимости свободолюбивый народ. Но железная воля, тэквондо и женская эмансипация – главная героиня фильма «Девушка» – побеждают врага. При этом, что приятно, немного помогают еще и русские матросы с потопленного японцами корабля. Эта метафора далека от истины, но что-то в этом духе было и в самом деле. Советские войска освобождали Корею от Квантунской армии, и именно с ними вернулся на родину Ким Ир Сен, бывший тогда советским офицером, оставший вождем и верным другом Сталина. Это особое упражнение в тэквондо. Оно так и называется – тульчучхе. Полная концентрация на том, что делаешь, без сомнений, не проявляя неуверенность и слабость. Даже девушки тренировку продолжают с разбитыми в кровь пальцами. В этом живет дух чучхе. Вы видите, что человек – хозяин своей судьбы. Победа или смерть – этот лозунг в Северной Корее часто понимают буквально. Поражение означает унижение, то, что на Востоке называют потеря лица. Эту особенность в ментальности северокорейцев подметили давно. Наблюдать ее можно в самых разных ситуациях. Душа болит от того, что мы проиграли. Говорят, что Бразилия – самая сильная сборная в мире. Но мы еще посмотрим, как дальше дела пойдут. Дела не пошли. Гол, забитый сборной Бразилии на чемпионате мира в 2010 году, был единственным достижением сборной КНДР. И после проигрыша португальцам с унизительным счетом 0-7, журналисты заговорили о страшных наказаниях для игроков. Слухи о том, что поражение может закончиться концлагерем, пошли из истории. Со времен чемпионата мира 1966 года в Англии. Тогда лично Ким Ир Сен объяснял игрокам, как использовать идеологию Чучхе к футбольной тактике. И когда ими сенсационно была обыграна и выбита с турнира звездная сборная Италии, казалось, что Чучхе начинает торжествовать, командный дух вновь оказался сильнее индивидуального мастерства. Мы можем разбить любую, даже самую сильную команду. Однако уже в следующем матче чучхейский коллективизм и невероятная самоотдача игроков, которых за маленький рост в Англии сравнивали скорее с жокеями, проиграли буржуазному индивидуализму. Сначала Северная Корея обыгрывала Португалию 3-0, а затем невероятный Эйсебио забил ответные четыре мяча. В западной прессе писали, что проигравшие были сурово наказаны, едва ли не расстреляны. Но это не так. Они до сих пор очень популярны на родине. Мы несем на плечах честь своей страны. Мы славные футболисты Чоллима. Мы победим даже самую сильную команду. И покажем всем, кто мы такие. После провала чемпионата мира 2010 героев в сборной не нашлось. И поползли слухи, не опровергнутые до сих пор, что на исправительные работы был отправлен главный тренер. И, по слухам, голкипер, пропустивший семь мячей в одном матче. Как бы то ни было, судьбу футболистов нам выяснить не удалось. И в футболе, и вообще дух чучхе по смыслу такой вот примерно дух. Нет игры, а есть жизнь. А жизнь как война. Или ты, или тебя. И еще одна особенность духа чучхе – вера в то, что все лучшее из того, что сделано, ты сделал сам. Даже если это, в общем, не так. На параде в день рождения солнца нации Ким Ирсена, в главном празднике страны много военной техники, еще советской, старого образца. И танки, и пушки, и ракеты, и самолеты. Но журналистам сообщают – это мы все сами сделали. Ну, как и в случае с изгнанием японцев-колонизаторов, например, или постройкой Пхеньянского метро. Пхеньянское метро очень похоже на метро Московское. И это неспроста, поскольку техническую сторону проекта помогали делать советские инженеры. Ну, а дизайн, оформление станции, вот эти красивые плафоны, замечательные мозаичные панно – вот за это отвечали уже корейцы. Кстати говоря, сейчас в Северной Корее принято говорить, что и техническая сторона вопроса тоже разрабатывалась корейцами, поскольку это реализация идей Чучхе. Метро едва освещается, электричества катастрофически не хватает, да и пассажиров немного. Но работающее метро – это демонстрация духа. Наука тоже на страже этого духа. Школьниками объясняют, как в этом почти научном фильме, что корейский полуостров – одна из колыбелей человечества, а сама эволюция – иллюстрация чучхейской идеологии. Окаменевшие трилобиты и археоптериксы призваны в свидетели того, что город Пхеньян, где найдена пещера Комун-Мору – самая древняя мировая столица. Именно здесь, в этой пещере Комун-Мору, жили первые предки корейцев, первобытные люди, которые только что избавились от состояния человека-обезьяны. Они зарождались корейскими людьми древнего типа, в корне отличающимися от других наций окрестностей. Тот, кто решит, что идея чучхе – не более чем попытка преодоления психологического комплекса неполноценности, увидит подтверждение этому и в чудесах самопожертвования северо-горейских солдат. Чудеса можно видеть по телевидению. Вот безоружный пленник, успешно сражается с шестерыми. А к нему на помощь уже спешат подводные пловцы, выныривающие из-подо льда. И горнолыжники, кучно стреляющие из автоматов прямо во время спуска с горы. Это вот стандартные тренировки спецназа. Нужно проходить сквозь трой солдат, избивающих тебя. А это художественное воплощение спецназа в балетных трепо и касках. Шоу имеет у зрителей оглушительный успех. Так выглядит воплощение другой, ключевой северокорейской идеи – Сонгун. Ее выдвинул Ким Чен Ир. А смысл в том, что армия – это ведущая сила общества. И политическая сила, и экономическая – вообще всякое. Здесь очень много генералов, а количеству их орденов мог бы позавидовать и Наполеон. Командуют генералы одной из самых больших армий мира. Больше только у Китая, США, Пакистана и Индии. Служат в армии здесь по 8 лет. И это сильно влияет на способ мыслить и принимать решения. Можно сравнить с Южной Кореей, чтобы оценить степень милитаризации общества. При населении 24 миллиона человек, в армии Северной Кореи – почти 1 миллион 100 тысяч человек. Тогда, как у соседей, при 49 миллионах жителей, в армии чуть более 650 тысяч человек. Критики скажут – мало рабочих рук, вот и еды не хватает. И будут недалеки от истины. Если верить цифрам, дневной паёк рабочего в КНДР – это около 500 граммов риса. А над дневной заработок, занятого физическим трудом южнокорейца, в 72 доллара США, можно купить 48 килограммов. Эти данные в Северной Корее неизвестны большинству. Но представители правящей элиты знают положение дел. И некоторые из них бегут в Корею Южную, разумеется. Бегут и обычные жители. Это и происходит через специально вырытые тоннели. Или, если попал за границу, примерно вот так. Перебираются через забор посольства и просят там политического убежища. У меня и выборов в жизни не было, кроме как сбежать или умереть. Сначала в тюрьме умер старший брат, которого из Китая после побега вернули. А потом убежала старшая сестра. Начались бесконечные проверки из полиции и бесконечные беседы. Почему она уехала, присылает ли деньги, звонит ли. И соседи с претензиями к нам. Почему вы такие сякие, позволили ли ей сбежать? Невыносимо было. Мы не могли спокойно дышать. С беглецами представителями северокорейской элиты, если верить сообщениям южнокорейской прессы, расправляются. Как это было в 1997 году. С расстрелянным на севере Сеула племянником бывшей жены Ким Чун Ира. Он достаточно резко высказывался о семье Ким Ир Сена. Ким Чун Ира, видимо, кого-то там достало. И, по-видимому, сам Ким Чун Ир, никто другой не мог, дал отмашку на его ликвидацию. Его застрелили здесь. Сам Ким Чун Ир тоже постоянно боялся покушений. Именно поэтому, но еще и из-за боязни летать в самолетах, путешествовал он только на поезде. Точнее, на бронепоезде. Так, кстати говоря, ездил и в Россию, совершив свою самую долгую поездку в жизни. По слухам, он и скончался в любимом и надежном бронепоезде. С теми, кого считают предателями, северокорейцы не церемонятся. К другому беглецу, бывшему секретарю трудовой партии Кореи, Хван Дян Обу, идеологу, занимавшемуся на родине распространением идеи Чучхе, северокорейцы тоже поцелали убийц, которые изображали из себя беженцев. Кушение не состоялось, их арестовали. Но когда 87-летний бывший идеолог скончался, то шпионская версия была самой популярной. Уже потому хотя бы, что КНДР по умолчанию считают империей зла. Вне зависимости от того, были реальные основания обвинять или нет. Джан Ханг Чой, бывший северокорейский разведчик, дослужившийся там до звания полковника, бывал в России и до сих пор помнит русский язык. На него, правда, покушений не было. Их, как уверяет Джан Ханг Чой, сейчас вообще не случается. Хотя бы потому, что политических беженцев почти что нет. А сбежавшие голодные рты мало кого интересуют. Сейчас их в Южной Корее около 23 тысяч человек. Там жить трудно, поголодать. А также политическое давление, топрос, преследование. Самое главное из голодания. Не получают рис и другие продукты питания. Все равно они голодают. Сбежать напрямую практически невозможно. Граница между двумя Кореями – это едва ли не самая охраняемая в мире граница. Почти все, порядка 90-7-8% идут через Китай. Причем очень часто эти люди, уходя из Северной Кореи нелегально, через узкие, неглубокие пограничные реки, в Китай не собираются уходить в Южную Корею. Они собираются просто пожить в Китае, отъесться, заработать какие-то денежки. Там у них 50-70-80, то есть 100 долларов в месяц для Северной Кореи огромная зарплата. Возвращаться обратно многие уже не хотят. Но и поехать напрямую из Китая в Южную Корею нельзя. Китайцы не позволяют этого. Ведь коммунистический режим КНДР дружественный. Поэтому надо ехать в другие страны из Китая. И там обращаться в Южно-Корейские посольства и консульства. В любой момент могут обнаружить и осудить за нарушение границы и выдать обратно северокорейцам. Мы бежали в Южную Корею через границы трех стран. Китая, Лаоса и Таиланда. Это очень дорого. И сестра 4 года зарабатывала деньги на мой побег. В Китае хотя бы ездить можно было. А по горам на границе Лаоса и Китая шли только пешком. В Лаосе хитростью попали в Южно-Корейское посольство. Журналисты помогли. И мы три месяца жили у них на территории. Боялись, что выдадут. Потом нас тайком приказав, чтобы мы молчали, отправили в аэропорт. И в Таиланд. А уже оттуда в Сеул. Мы ни слова не проронили все это время от страха. Но как же я была счастлива, когда это все закончилось. В Южной Корее беженцам помогают трудоустроиться. Как правило, на работу, где высокая квалификация не нужна. Некоторые затем перетягивают таким образом и свою родню, если денег удается накопить. Беженцы и разделенные семьи – это один из символов корейского народа. Встреча родственников, разделенных войной, 60-летней давности и ее последствиями, которые иногда организуют власти с обеих сторон – настоящей драмой. С болью, радостью и слезами. Объединение хотят, кажется, все. Но только на своих условиях. Богатый юг не хочет под власть голодного, но воинственного севера. Правители севера понимают, что власть южан не принесет им ничего хорошее. Так что репортажи об объятиях перемежаются репортажами о взрывах, обстрелах и смертях на границе. Зачинщика бывает опознать сложно. 2010 год. Арт-обстрел южнокорейского острова Йонгхэмдо, где находится военная база. Мирные жители в панике. Думали, началась война с Северной Кореей. А власти КНДР сообщили, что виноваты во всем соседи, обстрелявшие с кораблей их территорию. Те опровергают. Затем затонул южнокорейский фрегат. 46 человек погибли и снова начинаются обвинения, взаимные проклятия. Потом вдруг арт-обстрелы из-за новогодней елки, без согласования, установленной на разделительной линии. Наблюдающим за всем этим очевидно. От полномасштабной войны стороны удерживает только страх взаимного уничтожения. Но если встречаются без оружия, на международных мероприятиях случаются и драки, вроде вот этой на Универсиаде, когда одни корейцы били других за обидные слова в адресах лидера, а пострадал больше всех немец и без того ходивший с костылем или гипси. Эмоции корейцы обычно сдерживают. Жесткий самоконтроль – черта национального характера. Но они все равно проявляются. То в агрессии, то в слезах. Весь мир обошли кадры прощания с вождем Ким Чен Ира. Женщины сгребают снег на пути похоронной процессии, будучи уверенными, что это он сгубил своим холодом так много работавшего руководителя. Телеведущая всхлипывает так, что кажется, она не переживет этого выпуска новостей, в котором сообщила, и это не метафора, что сама природа плачет. Ведь Ким Чен Ира оплакивают даже птицы. Умер кончился, когда умер великий руководитель. 19 декабря 2011 года, когда умер Ким Чен Ир. Я стоял рядом с знакомым с северокорейцем, и мы вместе слушали сообщения о смерти. Северокорейц мне сказал, что лично он вождя ненавидит, но тем не менее его на слезу пробивает, потому что это все сидит очень глубоко на подсознательном уровне. Федор Тертицкий пишет научную работу в университете города Сеул. Изучает то, что называет «корееведение», а диссертацию пишет по теме «наркоторговля в Северной Корее». По его данным, полученным от беженцев, в стране эпидемия наркомании, с которой правительство не очень-то и борется. Плач и истерики на публике, то агрессия, то слезы, массовое экзальтированное поведение напоминают состояние, подобное наркотическому опьянению. А уж если наркотическое опьянение есть и на самом деле, то наблюдать такое особенно тяжело. Наркотиками, как правило, на базе метамфетамина, а также на базе опиа пользуется значительная часть населения северных провинций КНДР. Люди зачастую воспринимают наркотики как энергетик, как стимулянт. А государство пытается бороться с этим очень вяло. Но партия, конечно же, способна вылечить и самые страшные раны. На смену вождям приходит новый лидер, возглавляет страну и шаг за шагом повторяет поведение дедушки и папы. Также внимательно обходит заводы, поля, магазины. Также сдержанно аплодирует в ответ на овации и улыбается той же знакомой улыбкой, которая успокаивает страну, как отцовские объятия, расшалившуюся ребятню. Теперь, обретя Ким Чен Ына, плачут уже от радости. Неизвестно толком, ни сколько ему лет, ни то, женат ли он, есть ли дети. Хорошо уже то, что он есть. Кто-то увидел бы в этом признаки статуса живого бога. Но северокорейцы-материалисты и таких антинаучных сравнений не делают, а просто сочиняют новую песню про нового руководителя. Субтитры создавал DimaTorzok Новый вождь выступил на параде. Новый вождь хочет реформ в экономике. Новый вождь – надежда на новую жизнь. Новый вождь приоткрыл страну, впустив иностранных журналистов, которым показывали только самое хорошее, что есть. Цеха, поля, концерты и ракету «Лечный путь-3». Материализованный прорыв Чучхе во Вселенную. Иностранцам хотели показать, как гармонично организована жизнь КНДР. То, что вы видите перед собой, это на самом деле фруктовый сад. Такой особенный сорт яблонь и груш – невысокие деревца, но они уже дают урожай. Каждое деревце закреплено в трех местах при помощи проволоки. Проволока привязана к столбам. Столбы уходят далеко-далеко к линии горизонта, на многие гектары. Если хочется представить себе, что же такое гармония по-северокорейски, достаточно приехать в такой вот фруктовый сад. И тогда станет понятно, что же является идеалом с точки зрения устройства, общества, с точки зрения работы, что такое порядок по-северокорейски. В России свой символический сад – вишневый. Тот, что из пьесы Антона Чехова. В Северной Корее сад тоже вполне символический. Те, кто в нем работает, люди неплохие. Но привыкшие думать, что хорошо бывает только, когда контролируешь все, что только можно. Так бывает от хронической неуверенности в себе, когда не понимаешь, почему так вкалывая, не досыпая и не доедая, жертвуя собственной жизнью, так ничего и не получаешь. Люди невероятно хорошо работают. Настолько они неприхотливы, настолько они готовы работать за мизерную зарплату, с невероятной самоотдачей, что стоит только изменить политическую систему и создать более благоприятную ситуацию для страны, более разумную систему экономики. Я думаю, что экономическое чудо там будет иметь место, просто неизвестно когда. Вот и когда запущенная на зло всему свету чучхейская ракета упала через три минуты после взлета, то среди северокорейцев распространили слух, что ее лазером сбили американцы. Горечь от неудачного запуска ракеты северокорейцы решили компенсировать традиционным привычным для себя способом, организовав многолюдное мероприятие. Это мероприятие называется модернизация памятника вождю Ким Ир Сену. Вот этот памятник. Рядом с ним установили еще и памятник Ким Чен Иру, тоже вождю. Ну а снять покрывало предстоит новому лидеру Северной Кореи, вождю Ким Чен Уну. На фоне такого события, конечно же, неудачный запуск ракеты, по мнению северокорейцев, меркнет. Салютовали и днем, и ночью. Десятки тысяч людей, организованные культурно, шли смотреть на фейерверки, словно бы привыкли черпать в этом зрелище уверенность в себе. А пламя Чучхе, отражаясь в реке Тедонган, в воде горело, в воде не тонуло. Но все же жаль, что космические проекты северокорейцев, видимо, уже не получат своего развития. Жаль, потому что из космоса они могли бы увидеть ночью сами вот что. Пламя Чучхе, вечно горящие на постаменте Пхеньяне, вместе со всеми огнями Пхеньяна разом. Только лишь малюсенькая точка света. Одна из немногих, которые вообще видны на очертаниях Северной Кореи. На фоне соседних стран, переливающихся огнями, она выглядит, если и не черной дырой, то уж темным пятном страной, будто накрытой чей-то огромной тенью. Северной Кореи